Сегодня у меня мизерная распаковка. Я уже открыл. Получили на почте, да? Это маска. Да, в ней пошел магазин. Это больше респиратор, так как у нас пандемия так и не заканчивается, надо запасаться масками. Такая она. Уже пробовал. Прилегает очень хорошо. Дышится легко в ней. Не знаю, как это называется. Такой наносник. Прилегается к носу и крепится там. Тут даже есть для ушей и есть крепеж сзади головы на липучке. Я пробовал, но очень удобные. Здесь такие фильтры стоят. В описании почитайте по ссылке. Там очень хорошие. Хорошо все написано, для чего и для каких целей она используется. Тут запасные фильтры. Не знаю, как они называются, сколько их тут. Раз, два, три, четыре. Четыре вот таких штуки. И вот эти клапаны. Тоже четыре. Четыре клапана. Это заглушки. Вот такая вот она маска. Мне, в принципе, понравилась. Не ходить не так стрёмно, как в обычных тряпочных или медицинских. Так вот, в описании. Материал упругий. Нейлон. В пакете одна маска, четыре фильтра, четыре выхлопные клапаны. Значит, я правильно все понял. Немножко прочитаю. Наша маска против загрязнения сделана для улучшения, ну, короче, для ремонта. Маски тут как-то странно перевели. В качестве маски для краски, маски для очистки, деревообработки, скашивания. Также может быть использована в качестве маски для фильтрации легендной пельцы. В качестве маски для гриппа. То есть, подходит. Наш клиент использует маску для бега и езды на велосипеде. Кстати, давно хотел приобрести, езди, допустим, в пыльную погоду именно в маске. Потому что там потом плюешься. Но когда было стрёмно, перенасыпил масочный режим, можно спокойно в ней, везде кататься. Так что, рекомендую, заходите по ссылке. Ссылка будет в описании. Такая она. Впереди у меня ещё будет несколько заказов с такими же масками. Другой формат, я не помню. Но я их скоро покажу тоже.